Семейная пара Аистов Гоши и Руслана в Рязанский дом Белого Аиста прибыли из Пскова несколько лет назад. У обоих непростая судьба. Руслана оказалась без части крыла, что равносильно отсутствию у человека пальцев на руке. У Гоши травма была серьезнее – повреждение сустава. Долгое время он оставался неподвижным. Но пара состоялась. Еще с 20 марта Аисты активно строили домик для будущего потомства. А потом у пары появились четыре Аистенка. Сегодня у нас, можно сказать, кульминация нашей работы этого года. У нас подросло, наконец, потомство от нашей главной размножающейся пары Гоши и Русланы – четыре Аистенка. Они через неделю должны отправиться в свой первый самостоятельный полет. Поэтому мы переносим их вместе с родителями из того вольера, где они все это время находились, в летний вольер. Летний вольер у нас без крыши. Птицы имеют возможность вылетать оттуда и возвращаться. То есть учиться летать так, как это происходит в природе. А их нелетающие родители, естественно, остаются внутри вольера все это время. Молодняк вместе с родителями отсадили в летний вольер, где птенцы смогут гулять, но главное – учиться летать. Позднее, когда Аисты адаптируются к самостоятельной жизни, их выпустят в дикую природу. А пока что Аистенков ждут исследования. У них возьмут специальные анализы, чтобы выяснить пол. По словам Антона Барановского, самцы Аистов очень похожи на самок. И чтобы узнать, кто есть кто, необходим ДНК-тест. Еще сегодня мы берем у них анализы, чтобы определить пол. По поведению я предполагаю, что там у нас два мальчика и две девочки. Потому что, когда я подхожу, всегда два Аистенка стоят и агрессивно пытаются меня ударить. А два лошадца и притворяются мертвыми. Ну, наверное, которые злые – это мальчики, а которые трусливые – это девочки. Но мы это проверим. И всех Аистят мы метим металлическими кольцами с номером из центра кольцевания птиц в Москве. Для того, чтобы, если они кому-то когда-то в руки попадутся, информация была бы не потеряна, где эта птица была. Сегодня в доме белого Аиста 14 воспитанников. Потомство от семейной пары Гоши и Русланы уже третье. По словам орнитолога Антона Барановского, главное, чтобы теперь динамика рождаемости была всегда положительной. Как минимум, плюс один Аист в год. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».